Не раз губился и пришел на допомогу. Курсант Белорусского Державного Университета Транспорта Александр Доманников сегодня принимал подзяки за правильные и расширшие действия в надзвучайной ситуации. Под обязанности ведет наш корреспондент Ганна Коральчук. 24-го Костричника на проспекте Ленина в Гомеле отбылось ДТЗ. Машина на пешеходном переходе сбила пожилую Гомельчанку. Молодший сержант Александр Доманников, не губляючи ни секунды, кинулся на допомогу потерпелой. Женщина упала. Естественно, я подбежал. Для начала мне нужно было успокоить женщину, потому что она кричала. Потом она жаловалась на головные боли. Я проверил, чтобы не было кротечения и положил под голову шапку. Потом, дабы создать комфортные условия, я накрыл ее, чтобы на улице было холодно, я накрыл ее своим бушлатом. И тем самым создал эти условия, чтобы тело не было подвижным. Потому что первое подождение было перелом ноги. Все это отбилось за несколько минут. После женщину шпитализовали. Виноватый ДТЗ находился побач, однако мужчина разграбился и не видел, что делать. В тот момент, как курсант худко отреагировал на ситуацию и смог применить в жизни веды по военно-медицинской подрихтовке. Выказать благодарю будущему офицеру Узбройных сил, в университет приехало руководство областного управления ДАИ. Особную благодарю за годное выхование сына отримала мать курсанта Наталья Доманникова. Женщина говорит, что за четыре года научения в Белдуте ее парень стал справедливым мужчиной. На самой справе Александр проявил не только высокую отказность, а и степлость. Молодой человек никому не рассказал про свой учинок. Нават его мать и доведалась про этот выпадок от супрацовников университета. Как потом отзначили медики и инспекторы ДАИ, которые прибыли на место сдарения, курсант дейничал профессийно. Худко выкликал экстренные службы, оказал первую допомогу потерпелой и назирал за ее станом до приезда специалистов. Он обыкновенный командир отделения, обыкновенное подразделение курсанта. Обыкновенный гражданин Республики Беларусь, такие, которые ходят все на улицу. Но придя к нам в учебное заведение, специальные методики воспитания личного состава позволили воспитать в нем достойного человека. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадио компания «Гомель».